День Города Внимание, работает эвакуатор Как защитить себя от подобных испугов Расскажет Валерий Седов Глубокое погружение Для туристов в Рязани создадут электронную экосистему Исчезновение автобусного маршрута Номер 82 Недостоиво Октябрьский городок Из транспортной схемы города Получилось с некоторым налетом скандальности Кто-то зачем-то собирал подписи В соцсетях Кто-то пытался откровенно смешать акценты Разве что митинговать не выходили Но причина оказалась банальна Утро, час пик Микрорайон Недостоиво Конечная остановка И вроде бы все как всегда Люди, маршрутки Вот только тех, кто по привычке ждет автобус с цифрами 82 Ждет разочарование И его не будет Ни к вечеру, ни завтра Причина банальна У перевозчика закончился срок лицензии Пятилетний на минуточку Хотя, в общем-то, и при действующем документе Он не особо-то и баловал пассажиров Маршрут 82 По реестру на маршруте Должно быть 34 автобуса Но перевозчик на линии выпускал от 10 до 15 максимум 15 это максимальная, наверное, цифра Которая там была А так и меньше 10 Понятно, что коммерсант пытался выжимать максимум Чтобы автобусы уходили под завязку Но при этом он жестко нарушал расписание Понятия интервал движения По сути, не существовало А еще этот товарищ обещал в 2019 году Перейти на автобусы среднего класса Получается, обманул? Да и к тому же сам маршрут 82 По сути, морально устарел Так говорят сегодня специалисты Отвечающие за моделирование пассажиропотока Маршрут номер 82 На 75% дублирует Автобусный маршрут номер 30 Троллейбусный маршрут номер 16 А также маршруты 32 и 62 Поэтому его изменения являются целесообразными Брежь в охвате всех микрорайонов В управлении транспорта решили закрыть Через изменения в других маршрутах Теперь и в Приокске, и в Недостоево Заходят дополнительные автобусы Так что разгонять через соцсети Тему «Мы не можем уехать из Недостоево» Сегодня, по меньшей мере, глупо ГЛОНАСС работает как часы И эту позицию сегодня, что называется Закрывает автобус номер 55 Вот, кстати, и он Да, он 55 пошел сразу не в полном объеме Но сейчас 10 единиц ходят регулярно И ходят добросовестно там по расписанию Что касается Октябрьского городка Заранее мы предусмотрели возможность Перевозки жителей Октябрьского городка И мехзавода, и керамзавода В сторону Московского района Мы изменили движение автобуса номер 10 Который следует смех завода Сначала до телезавода А затем до поселка Семчино То жители Октябрьского городка Могут воспользоваться этим автобусом С остановки автомобильный институт Что же касается 82-го маршрута То пусть и с пересмотром схемы Но он все же вернется в транспортную модель города Может быть, недели через две Как только юридически заберут его У предыдущего перевозчика Максим Васильев, Михаил Лазуткин Телекомпания город Машина не ставить, работает эвакуатор Сейчас такие объявления уже не встретишь Водителям нужно ориентироваться на дорожные знаки Хотя даже если предупреждающий знак и висит То далеко не всех водителей это останавливает Вот так под мирный шум работающего эвакуатора И начинается настоящий кошмар для водителей авто Правда, и они тоже молодцы Припарковались вторым рядом Хотя знак явно это запрещает Наказание банальное Эвакуация На двери и бензобак авто клеят печать И начинают его загружать У водителя есть способ Спасти свое авто От обидной поездки на штрафстоянку Если он успеет выбежать К своему железному коню Однако штраф все равно заплатить придется Полторы тысячи рублей Все равно дешевле, чем оплачивать эвакуатор Его путь и место на штрафстоянке Стоянка ближе 15 метров от остановки общественного транспорта В 5 метрах от пешеходных переходов Грозит минимум штрафом А максимум эвакуации Таких водителей хватает За прошедшую неделю На специализированную стоянку Было направлено 44 автомобиля Водители которых допустили Различные нарушения правил остановки и стоянки Только за прошедшие сутки Направлено 7 транспортных средств На специализированную стоянку Водители которых допустили Различные нарушения правил дорожного движения Госавтоинспекция напоминает водителям Что при парковке своего авто Следует обращать внимание на дорожные знаки В противном случае машину придется Вызволять за крупную сумму Валерий Седов, Дмитрий Ефимов Телекомпания «Город» Этой ночью с улиц города Вывезли более 3500 кубометров снега В очистке города задействовано Более 40 единиц техники Комбинированных дорожных машин Самосвалов-погрузчиков-грейдеров И 47 самосвалов-подрядных организаций Предстоящая же уборка Обещает стать одной из самых масштабных Снег вывезут с улиц Семчинской, Маяковского, Московского И Касимовского шоссе А также с улиц Горького и Краснорядской Также вывезут снег С участка по улице Новоселов От Старого круга до улицы Шереметьевской Особое внимание коммунальщики Уделят территории парковки На площади Ленина В районе самого памятника Дирекция благоустройства Обращается к рязанцам С просьбой не оставлять автомобили На улицах Чтобы не мешать работе спецтехники С чего начать знакомство С нашим городом? Какие экскурсии выбрать? Где найти самые выгодные предложения? Вот только малая часть вопросов Которые возникают у любого путешественника Специально для гостей города и области Запустили новый информационный сервис И программу для туристов Выгодный путь Путешествие с местным И сценарий поездки Такие нетривиальные названия Получили новые сайты для гостей города Сервис собрал несколько выгодных И удобных предложений для туристов Это такая некая экосистема Которая объединяет несколько сайтов Где мы старались собрать Максимально полезную информацию Для путешественников Потому что даже и на этапе планирования поездки Возникает очень много вопросов И уже в процессе И мы хотели на них максимально ответить Поэтому разделили все на несколько блоков Один из них как раз называется Сценарий поездки Это серия готовых маршрутов Сейчас у нас загружено несколько И они будут постепенно пополняться По городу и области Автомобильные и пешие С гидом или голосовым помощником Все маршруты и сценарии Разработаны для удобного путешествия И экономии времени Сценарий это не просто набор объектов И достопримечательностей В каждой программе есть четкие рекомендации Что именно посмотреть В какое время года приехать На чем и даже что попробовать Еще одно преимущество Туристической экосистемы Программа лояльности выгодный путь Именная карта предоставит выгодные предложения И персональные скидки для пилигримов Еще одно направление Которое назвали ТЭС местным Это как раз ответы на самые популярные вопросы Уже советы как раз от нас От ТИЦ Как добраться до той или иной достопримечательности Полезные телефоны Все это собрано на сайте И также у нас запущен телеграм-бот Который доступен Там 24 на 7 Ему можно задавать вопросы всегда Впрочем, нынешние сценарии путешествий Не конечны Скоро их дополнят новыми маршрутами И разнообразными поездками А хватит всю область Шпаргалка туристы, как считают разработчики Обеспечит гостям города Глубокое погружение в местную достопримечательность И поможет лучше узнать рязанскую культуру Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город» За сутки в Рязани зафиксировано всего два пожара В дневное и ночное время Однако для тушения обоих привлекались значительные силы и средства О горящих ситуациях расскажем далее Это улица Промышленная Огнем охвачено складское помещение бывшего комбайнового завода Горит железобетонное одноэтажное здание Сообщение поступило в МЧС в первом часу ночи Полностью ликвидировать пожар удалось только через 4 часа И то благодаря усилиям большого числа огнеборцев К тушению пожара привлекались 42 человека, 12 единиц техники В том числе от МЧС 34 человека, 9 единиц техники Ликвидация открытого горения 3,25 Полная ликвидация пожара 5,18 Огнеборцам отдохнуть не дали Спустя 5 часов поступило сообщение о пожаре на Маяковского Горела квартира в двухэтажном многоквартирном доме Когда прибыли боевые расчеты Огонь перекинулся уже и на балкон В тушении пожара участвовало 20 человек Привлекалось 6 единиц техники Кстати, пожар повреждает имущество на площади около 2 квадратных метров Причина пожара и ущерб устанавливается Всего с начала года в Рязани и области произошло 102 пожара В прошлом году для сравнения их число превышало 120 А причины пожара чаще всего одни и те же Как показывает статистика, большого пожара в этот период происходит Из-за неосторожного обращения с огнем, а также нарушения правил использования и эксплуатации бытовых и электронагревательных приборов С начала года в Рязанской области количество пожаров снизилось на 20% Но при этом отмечается рост количества погибших По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Более чем в два раза В региональном ГОМЧС анализируют каждый пожар для понимания причин На основе этого и формируют основные тезисы профилактической работы с населением Обращают внимание в основном на людей, ведущих асоциальный образ жизни Малообеспеченные и многодетные семьи Это сегодня главная группа риска Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город» Назван нестерпимый симптом у заболевших омикроном Иммунологи рассказали, что гиберстезия, проще говоря, повышение чувствительности к боли Может быть признаком нового штамма коронавируса Все больше пациентов, зараженных омикроном, стали жаловаться на боль во всем теле При этом, если слегка дотрагиваться до человека, у него ничего не болит Но если надавить чуть сильнее, то кожа, мышцы, кости буквально ломит, вплоть до крика Такое явление ведущие иммунологи России объясняют поражением периферических нервов В то же время гиберстезия не является характерным для омикрона симптомом Так как она наблюдалась и ранее, при заражении другими штаммами ковида Медики отмечают, что паниковать не нужно, все излечимо Главное – вовремя диагностировать заболевание В то же время врачи утверждают, скоро коронавирус может стать обычной простудой По прогнозам, новые штаммы будут появляться и дальше Однако они не будут вызывать тяжелое течение болезни В качестве примера называют нынешний омикрон Который, в сравнении с предшественником дельта-штаммом Имеет повышенную заразность, но меньшую патогенность По словам иммунологов, появление других вариантов вируса В конце концов вытеснит штаммы, вызывающие тяжелые заболевания При таком раскладе люди смогут жить с этим вирусом так же, как и сейчас живут с другими сезонными коронавирусами Которые вызывают обычный насморк Вместе с тем, в Рязани сейчас продолжает отмечаться рост заболеваемости ковидом По последним данным, за сутки заразилось почти 1300 человек В то же время, по две прививки получили уже 583 тысячи рязанцев Иммунитет населения составляет 63,9% На этом у нас все Еще больше новостей на нашем сайте город62.тв И на наших страничках в соцсетях Ну а я с вами прощаю, желаю вам всего самого доброго До свидания Редактор субтитров А.Семкин